Друзья, я вас приветствую. Сегодня будем делать первый из способов управления состоянием блазерей. Я его называю Cascading Value. В принципе, само название говорит о себе. Мы будем использовать внутренний механизм блазера. Я считаю, что это один из самых простых способов использования вот этого самого Cascading Value, то есть для управления состоянием какого-либо объекта или приложения в целом. Ну и в общем надо понимать, что Cascading Value в самом названии Cascading имеет влияние на то, что вы можете использовать это как для одного какого-то объекта, так и состояние, то есть для всего приложения в целом. На самом простом примере мы будем играться с каунтером. Перед тем, как переключиться в Visual Studio, я прошу вас подписаться на канал, оставить комментарий по поводу увиденного. Ну и в общем-то пишите письма, как говорится, шлите по ссылке. Переключаемся в Visual Studio и поехали. Итак, друзья, я создал приложение из шаблона, которое называется Blazer Web Assembly. В общем-то здесь ничего такого сверхъестественного. Вообще еще ни строчки кода не сделал, только подождал пока он загрузится. Вот так это работает. Сюда можно покликать, сюда можно вернуться. Ну и собственно говоря, если рисовать проблему, смотрите, я натыкал какое-то количество 16 кликов сделал, перешел на другую страницу, вернулся и у меня снова каунтер сбросился. Это печалька. Я не хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы у меня каунтер сохранялся. Более того, я хочу, чтобы каунтер количество еще писалось здесь. Давайте решать эту проблему постепенно. Для начала давайте мы определимся, что мы будем делать. Итак, как я говорил, Cascading Value, такой специальный тип компонента. Нам, собственно говоря, его нужно создать. Обычно я его создаю в папке shared, но теоретически он может быть где угодно. Единственное, что вам референс придется его не возделать. Итак, создадим новый файл, который назовем, ну давайте назовем его Counter-State. Я думаю, что нормально. Это будет, соответственно, Resort. И здесь я понапишу Cascading Value. Вот мне, собственно говоря, Visual Studio подсказывает. Здесь я хочу сделать, чтобы у меня был, ну, какой-нибудь Child Content, наверное. И хочу сделать эту переменную. Давайте по-простому сделаем без каких-либо дополнительных код-бехайндов. Здесь прям я так и создам. Ну, во-первых, это будет параметр. Дальше он будет Public. Ну, конечно же, Public. Это будет VendorElement. Он может быть No. И называться он, конечно же, будет Child Content. То есть, я создал обыкновенный компонент, который может внутри себя вмещать, собственно говоря, другие компоненты. И мне нужно сюда передать то значение, которое я буду сюда подключать. Это будет Value. Это будет он сам себя. Ну и, в общем-то, как-то вот так-то. Только у меня тут не хватает скручки. Ну, вот как-то вот так-то должно выглядеть. То есть, это то, что будет себе хранить этот компонент. Что он, собственно говоря, дает? Ну, для начала давайте его применим. Для этого нужно пойти в наше главное, главное, так сказать, файл App.Rezor. И вот этот вот самый State, Counter-State, натянуть, так сказать, вот, чтобы все приложение было под управление. То есть, весь контент, все внутренности, как вы понимаете, теперь под управлением Render Component. То есть, Cascading Value будет прокидываться в них во всех. Опять повторюсь, что Cascading Value можно ставить как на компонент, так и на root, как в данном случае я сделал. То есть, на самый главный объект. Вот, все компоненты, которые будут использовать этот самый Counter-State, они будут получать его именно вот с этого компонента. Ну, и, собственно, что дальше мне остается сделать? Ну, смотрите, все очень просто. Мне нужно сюда как раз добавить то самое состояние, то самое свойство, которое я хочу, собственно говоря, менять. Это будет у меня целочистенное значение, пусть считается Count. Пока оставим как есть, и я просто покажу, как мы теперь с этим будем бороться. Допустим, у меня вот есть Counter. Мне теоретически нужно сюда этот самый State как-то пробросить. И делается, на самом деле, очень просто. Я могу сказать, что у меня здесь Cascading, тот самый параметр, который называется Public, называется Counter-State. И я его сюда получу. Мне Visual Studio, вернее, мне... О! Counter-State, давайте я так и назрегуем Counter-State. Здесь мы сделаем очень просто. Мне, на самом деле, Blazer пробросит его сюда. И я могу сказать, что он мне не равен ну. Ну, в угелке, ну ладно, пусть будет так. И теперь я могу вот сюда вместо текущей переменной, ее, кстати, можно удалить, она мне больше не нужна. Соответственно, я могу сказать, что я буду инкрементить вот этот самый Counter-State, как раз тот самый Count, равен... Ну, давайте вот так сделаем, плюс. И, собственно, здесь мне нужно тоже до него достучаться. Counter-State, точка Count. Давайте запустим и проверим, что, собственно, игра у нас может не работать. Загрузилось приложение. Я кликаю, все меняется. Как бы проблем нет. Я вышел, я вернулся. Мое состояние сохранилось уже хорошо. Теперь давайте поехали дальше. Теперь у меня задача, чтобы в навигации, то есть рядом с Counter, было показано, как раз, какое количество у меня Counter, собственно говоря, имеет на данный момент. Для этого я могу сделать то же самое. У меня здесь уже есть. Давайте я сюда сделаю тот же самый. Ну, давайте я напишу. Каскаден параметр. Паблик. То есть будет. На самом деле можно сделать и Protected. Ну, неважно. Counter-State. Соответственно, Counter-State. Стат и также Get Set. Ну, и я скажу, что мне не равно, потому что Dependency Injection отлично работает. Теперь, соответственно, я могу вот сюда написать как раз Counter-Count. И давайте запустим приложение. Посмотрим, что-то здесь не так. Ну, отлично. Я захожу на Counter, нажимаю кликать, а изменения у меня сюда не попадают. Я возвращаюсь на Home. У меня появилась синорочка. Давайте еще раз. Опять-то есть что-то как бы не до конца, да? Давайте поправим эту штуку. На самом деле здесь все очень просто. Мне нужно просто сделать так называемый Backing Field. И просто при обновлении значения вот этого аккаунта мне нужно вызывать такую функцию, которая называется State Haschanges. Это как раз внутренний механизм лейзера, который позволит сказать всем компонентам лейзера, что у меня что-то поменялось, ты себя тоже перерисуй. Ну, и смотрите, что происходит. У меня одновременно меняется и здесь, и здесь. И это как бы то, чего я, собственно, и хотел добиться. И это как бы работает на ура. То есть вы можете наполнять этот компонент чем угодно. И все компоненты ваши, которые являются рейзерными страницами, в частности, наследниками от Component Base, будут получать вот эту вот штуку, которая называется состояние каунтера. Ну и ради, наверное, чистоты эксперимента, то есть мы пропихнули, то есть я пропихнул, да, в это главное меню. Давайте пропихнем его в FetchData, например, или давайте в Home вот сюда пропихнем тоже состояние этого самого каунтера, чтобы уж прям совсем убедиться, что это работает. И, собственно, я даже не буду долго этого делать. Я сделаю быстро, путем копирования. Я ставлю сюда этот компонент. И вот здесь могу написать, что, допустим, класс alert. Ну, пусть будет success. Вот. И здесь как раз показать этот самый child content. Ой, я не скопировал. Что же вы молчите-то? Конечно, мне нужно его скопировать вот отсюда, вот этот компонент. И, собственно, я как раз это сейчас делаю. Прошу прощения, поспешил. Вот. И теперь я могу этот самый counter state count, нет, counter, count показать и, собственно, играть здесь. Давайте запустим, проверим, что это шарится на все возможные шары, если так можно выразиться. Ну, а смотрите, counter note, я покликал, переключил на home, т. Ну, как видите, все прекрасно работает. Вот. Это, на самом деле, один из самых простых способов. Естественно, вы можете увеличивать количество вот этих самых переменных, свойств, которые будете обрабатывать, и шарить их на другие компоненты. И это, в общем-то, работает из коробки. Причем, напоминаю, что это работает способом, который реализован при помощи внутренних механизмов Blazor, используется state has changed, и, собственно говоря, это Scalding Valley, который делает inject всех своих наследников, всех своих child content во все внутренние, собственно говоря, компоненты. Неважно, на каком они уровне находятся. Ну, и частный случай, это вот Scalding параметр в main menu, ну, и, собственно, вот на другой странице такой же параметр, все прекрасно работает. В общем, пользуйтесь. Я с вами на этом прощаюсь. До следующих видео. Там будет, наверное, интересней. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok